Привет всем любителям пошаговых стратегий и Сидмэс Цивилизейшн 6, конечно же, вы видите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша играет и смотрите продолжение партии за Японию с новым лидером Такугавой. Вообще, все подробности в первой серии, так что если вы случайно сюда наткнулись, переходите к первой серии и там все смотрите, ссылка в описании, в прикрепленном комментарии и там же ссылка, ну там ссылка на весь плейлист, так что все серии сразу увидите, а спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Так, продолжим, пока у нас камера не зависла, ну я не знаю, ну вам серьезно надо эту мини-карту видеть? Только я могу так, на весь экран ее сделать, если вы хотите, чтобы ее было постоянно видно, но это ж не прикольно. Давайте продолжать, опять золотой век у нас типа возрождения, но мы уже в промышленности, так что же взять? Международные торговые пути, но у меня внутренние, поэтому реформа денежного обращения, наверное, нафиг нужна. Монументальность Ну, вообще, здесь живут драконы и евангелисты, точно нам не нужны? Ну, получается, только монументальность брать, на самом деле, потому что я и международные торговые пути не собираюсь отправлять. Так. Ну, блин, нам придется фабрику электроники, видимо, вообще везде строить. Все-таки уникальное здание, которое 4 производства дают, но, в принципе, так-то оно... Фабрики не во всех городах нужны. Будем... Будем честны. Ну что, получится у нас гелик построить? Ну, на самом деле, да, потому что никто... А, и вон Персия построила первая гавань в игре после меня, у Перса. То есть, Перс может еще где-нибудь гелик организовать. Не вижу, к сожалению, эту гавань. Хочется сказать, что так как ни у кого нету гавани, то и геликарнас, кроме меня, никто построить не может. Но, видите, тут уже Перс оказался. Подсуетился. Оказалось, подсуетился. Так, Киото. Подожди, а у нас еще... Подождите, а что, у меня разве не было двух мастерских? Я просто открыл промышленность без ускорения? А, Киото, блин, я перепутал с Токио. Да, конечно же, вон в Токио вторая мастерская, что я туплю. Так, ничего не меняем, просвещение откроем. На Дершах хочет железо. Я думаю, что можно продать. Феодоре лошади. Странно, было написано на Дершах, а купила Конга в итоге. Так, больше торговых путей. Ну, из Гифу давайте отправим. За деньги, наверное, покупаем. Ну и можно, я думаю... Так, в Токио давайте Гурдвару купим. И потихоньку... Блин, может карточку все-таки поставить на... Да, морскую инфраструктуру можно заменить. Поставлю на... Конечно, мощно. 6 производства, 34 денег. Но я хочу сейчас покупать рабочих, так как у нас закончился золотой век, который давал соседство гавани на золото. На науку, точнее. Так, и первый посол. Да, я хотел в Хатусу еще. Помню, помню. Жопку обосранную, в фонтанах в Баденбаде мыл. Так, и у нас уже должны сейчас универы 12 давать. Ну, сейчас не обновилось, обновится. Следующим ходом. Так, покупаем рабочего. Будем только все дзоки покупать, потому что, видите, 6 зарядов получается. Это мы тут качественно поработаем. Плюс нам надо лян прокачать на... На... Морскую... Как ее? На аквакультуру. Где у нас тут на губернаторов ближайшее в национализме только, Дэн? Блин, нам бы как-то торговца получить, но там, походу... Так, вот тут... Я хочу посмотреть рационализм. И сколько нам дает 6 науки, ну, нету смысла ставить пока. Либерализм. Ну, либерализм может быть. Может быть. Так, цитрусовые можно купить. Продать, точнее. Давайте к Леопатре. Ну, сейчас цитру, я думаю, можно продавать, потому что... Следующий этап начался, а мне апать в мушкетеров. О, Кагуана, наконец-то! Блин, разграбили лагерь, но уже Кагуана появилась. И что она дает? Батей. Ну, такое... Создание гражданских юнитов всегда. Извините. В любом случае предприятие... Круто так, я верну себя вместо мини-карты. Токио. Ну, смотрите, мне уже должны, по идее, 54 науки давать. 9... А, 54. 9 на 4. 36 науки. Чисто караваны. 9 караванов, все в Токио бегают. Так, а мы будем здесь вообще районы ставить-то какие-то? Кампус. Я просто думаю, надо ли мне здесь фермы строить. Я, наверное, ничего не буду тут строить в этом городе конкретно. Вот тут надо что-то... Вот тут треугольник. Да, и тут фермы надо. Пшеницу, наверное, соберем. Только эти предприятия на черепахе можно ставить совершенно спокойно. Так, еще одного мы не встретили. Никак не могу только вспомнить, кого. Кого я там еще ставил из... аддона. Шли в меркантилизм? Но торговца очень вряд ли. Кстати, может, давайте этого инженера купим? Где он должен сам, конечно, набиться, но там и Египет вроде. Так, что у нас по поводу покупки универов? Тут есть, тут есть. Вот в Осаке. Пока на универы. Видите, 12. В научную теорию... Не, в паровой двигатель сначала. Блин, а у меня... Мне нужен... Я забыл, что железную дорогу строят же только эти военные инженеры. Блин, мне надо где-то военный лагерь поставить. Но в Токио, например, мы будем... Когда 13 жителей, мы будем театралку. Ладно, тогда пока в научную теорию нет смысла мне... Открывать. Да и тут пока ничего не меняем. Вообще странно, а почему рационализм так мало добавляет? Он же должен добавлять... А, 15 жителей. Вот типа в двое... Пока он в полтора раза увеличивает. Второе как-то мало. Сколько у меня... Сколько у меня... Так, констация этих. Он плюс 50%, если кампус не ниже плюс 4. Ну, это без удвоения, вы сами понимаете, да? То есть вот кампус на плюс 6, например, да? То есть сюда работает. Здесь 4. Работает. Здесь 4 работает. Здесь 3 не работает. Так, у нас 4 кампуса. Здесь не работает. И здесь работает 5 кампусов. В которых, ну, например... Я так понимаю, что базовая идет. Библиотека и универа. Они сколько сразу дают? Потому что если сколько сразу, то... Типа 18 и 50% от них... То есть должно быть... Только от этого плюс 9. А у нас их 5. То есть 45. Но, правда, тут не везде библиотеки есть. Типа, ну, не плюс 8, как тут пишется у меня на ка. Плюс 6. Ну, плюс 6 что-то... Даже плюс 6 что-то мало. Странно. Точно говоря, странно. Случайно залучил. Бразильцу продам. Кто у меня, короче, конкурент мой? Америка по науке, да? Кстати, а что тут с культурной победой? То есть тут Клеопатра, кстати, как-то в культурную неплохо. И, ну, религиозная... Вряд ли. Я, кстати, еще даже не укрепил религию свою. Вообще-то стоит бы укрепить, там же дается... Давайте починим. А, пока засуха, блин. Где ж мой невстреченный? Еще где-то в центре явно этого континента. Не, вообще-то у них тоже... Блин, все, опять зави... А что с вебкой у меня? Последних себе почему-то зависает. Где-то вот тут, в центре. От этого континента. Хотя Бразилию я почему-то встретил. Которая... Ну, морю вообще не выходит. Интересно. Ну, давайте промышленную зону. Где-нибудь еще мы можем купить универ. Универ. Так, тут нужно библиотечки строить. Куда дальше? Два-три бушета мы не будем ускорять. Убить при помощи рыцаря тоже не будем ускорять. Ну, и баллистику, походу, тоже. Ладно, давайте пока паровой двигатель. Хотя мы... Блин, вообще, наверное, в химии ведь... В смысле, вам в правом двигателе нам тут ничего... Вот ничего из-за... А, стоп. Каналы. Да, паровой двигатель. Я забыл про каналы в Осаке. Точно-точно. Заодно построим Панамский канал. Естественно, Панамский канал дает соседство промышленной зоне. Ну, по идее, по логике должен, но Сыва иногда с логикой не дружит. Что там, следующее? Санта-Крус. Формирует армаду. Будь здорова. Так, дает озарение для случайных технологий с промышленной эпохи и открывает нефть без обычных требований и технологий. Нужен ли он нам? То есть, видите, я могу его купить. Ну, с одной стороны, интересный, но он, наверное, все-таки нет. Пускай Китай забирает. Посмотрим, какой следующий будет. Так, ну, граниносится только нам не во внутреннем море нужен, конечно же. Давайте, наверное, в Сидзуоку перебросим. Фабрика электроники. Так, вот уголь, ну, я, наверное, только в Токио в данном случае сделаю. Оно и на Синдай будет влиять. Так что здесь... Ну, к этим уже здесь военный лагерь построить. Нет, давайте, знаете что? Темпло-майор я хотел. Блин, а что, его построили? Или я его не открыл? Ну, что построили? Там, я должен был давно открыть. Где-то, где-то... Во. Да ладно, построили Темпло-майор. Ну, что, венецианку тогда здесь строить? Или он должен быть обязательно рядом со своим? Угу. Блин, вот что-то Темпло-майор... Слушай, я, наверное, не найду его. Угу. Еще раз проверю. Иногда я долблюсь в глаза вообще, что... Ну, не, нету в списке. Блин. Обидненько. Ладно, давайте тогда пока шпиона. Так, караван мы... Надо купить. Из Гифу бегает. Из Ногои. Ага. Из Ногои покупаем караван. Еще и культуры столько дает. Не, это прикольная способность. Так, а вот здесь... Могу ставить, могу. Тут нету почему-то засухи. Так, кампус плюс два, плюс два. Промышленная зона, плюс два, плюс три. Давайте сюда промышленную зону пока. Кампус, наверное, сюда тогда бахнем. Так, а что у нас со священным местом? А, не могу проверить пока. Давайте я тут амбар куплю и пускай растет. А я могу еще одного торговца. Так, значит, в Ногои я купил такоматсу. Бегает Киото. Бегает в Пукуоко. Есть. Синдай. Есть. Осака. Есть. Касаки. Есть. Иакагама. Есть. Сидзооко. Есть. Ну что, из столицы осталось отправить на самом деле. Только. Своим ходом пускай. Так, перекупили аншан. Ну, тоже он давал науку от шедевров там писателей. И артефактов, да? Кстати, надо посольство отправить еще ко всем всяким. А, у меня нету ничего. У меня даже театралки нету до сих пор. Мы основали религию, но не принесли ее Саладину. Ну, сам как-нибудь, сам. Да, позволю основать посольство. Понимаете, вот этот мод, он предполагает, что ты не будешь вообще воевать. Потому что, в прошлый раз я попробовал. Извините, когда я выношу Англию, она сидит с одним городом, но у нее технологии такие же, как у меня, и армию она спокойно строит, то это нечестно. То есть, тут надо в этом моде просто концентрироваться на науке. И вот и все. Так, давайте посольство поотправляем. Так, у остальных есть. Здесь мы угольную или купим? Или лучше универ купим? Наверное, универ купим, а угольную построим. Я первым, кто использовал уголь, что ли? Почему мне плюс два дали? Индиота, кейта, продам. С Египтом я уже торгую. Та первая в мире цивилизация, обладающая... Ну, тут, конечно, без шансов, потому что уголь... Еще угольные юниты не все могли открыть, в принципе. О, следующим ходом у меня будет гелик. Так, так, ну мне надо прокачать лян для аквакультуры, блин. Семь разных спецрайонов. Мне надо где-то военный лагерь все-таки построить. Смотрите, у меня правительственная раз, кампус два, священка три, промышленная зона четыре, гавань пять. Мне надо театралку шесть и военный лагерь семь для ускорения строительной инженерии. Надо ли мне в теократию и в монархию вообще заходить? Я думаю, что нет. Хотя, собор Василия Блаженного, кстати, в Токомацу. Хм. Кстати, собор Василия Блаженного. Слушайте, акрабы я обработал? Да, обработал. Рыбы пойдем вот этим. Да блин, что я залучиваю постоянно? Случайно, вы не поверите. Мне везде рост награда поставлен. Ну, где это возможно, конечно. Не обязательно. Не надо везде прямо ставить. Там есть у меня один. Так, когда вот же это засухо закончится? Так, из Токио. Ну, например, в Синдай. Это у меня два самых развитых города. 44 науки. 44 культуры. Чисто с караванов. Да, по ощущению, что мы не увидим последнего, пока не запустим спутник. Где-то в центре. Так, нет у меня тут ускорялок ни для чего. Ну, в химию надо. В данном случае надо просто в химию идти. Стали в арене. Нет, на меня никто нападать не будет. Давайте в химию. Два банка мы никак не ускорим. Два пригорода мы не сделаем. Три линейных пехотинца. Тоже нет. Просто в химию прямой наводкой. Так. А, кстати, у нас когда прокачается с этим союз до второго уровня, я уйду. Ну, долго, конечно. Я же караваны даже к нему не пускаю. Да, это будет долго. Так. Сталеварение ускорено. О, нефрит. Можно купить. А куда у меня черепахи делись? У меня же два ресурса. Рыбацкое судно. Почему я лишнюю... Странно. Нет, за девять монет. Ну, и это как-то мало. Ух ты, двадцать два угля. Нет, у меня скоро... Хотя, с другой стороны, я же пока еще... У меня еще четыре хода доугольные. Да, я накоплю. Ладно, давайте примем. У меня семь в ход. Семь ю четыре. Двадцать восемь. Да, накоплю. Ну, дефицит энергии, потому что ее просто пока нету. А, вот темпломайор. Клеопатра построил. Вот прям сейчас написано, блин. Прям этим ходом темпломайор и построен был. Когда я решил его строить. Клеопатра его построил. Где же там у тебя, интересно, такие озера? Ну, я, конечно, сам виноват, что так долго откладывал. Пока же не видно. Цвета такие интересные. Что у Клеопатры, что у... Ну, это мод на... Не, вовзолей. Перемещение на дружеской территории, плюс четыреугольная торговля. Может быть, интересно, да. И строевой устав, кстати, тоже. Но, наверное, не сейчас пока. Пока... О, Катя, первый посол, наверное, надо убрать. Давайте макеавелизм поставлю. Там строятся у нас шпионы, чтобы он быстрее действовал. Пятьсот науки за каждую клетку с чудом природы. Ну, наверное, возьмем. У нас есть на две клетки. Нормальный ученый. Да, это лучше, чем Менделеев. Чарльз Дарвин лучше, чем Менделеев. Тотальная русофобия. Представляете, опять. Никогда такого не было, и вот опять. Брюссель встретили. Лошадь селитра. О, кофе. Смогу ли я в этот раз выйти в золотой век? Кто знает. Раз вот, когда мы еще аквакультуру везде построим, Сидзоко вообще будет огонь, город. Так, ну нам надо... Ну, что-то, что нам даст губернаторский... Хотя нам сейчас даст губернаторский титул, между прочим, разведывательное управление. Два хода. Так что ждем просто здесь, рабочим. Ну, у нас, по-моему, все остальные чудеса по одной клетке. Тут Везувия одна клетка. Здесь Матерхорн одна клетка. И Верес где-то был тоже. Ну, это две клетки, ну, точнее, даже оно три клетки, но рядом с двумя, так что нету смысла туда Верес. Кстати, есть ачивка использовать Чарльза Дарвина рядом с барьерным рифом. Но в этой игре у нас барьерного рифа, мне кажется, нет. Я уже почти все море исследовал. И, ну, и ачивка эта у меня, по-моему, есть уже давным-давно. Так что искать нету смысла. Блин, как Египет интересно. Чисто по побережью расселился. Строительную инженерию я отложу. А вот сейчас в Токио поставлю угольную и начну строить театралку. А в Синдай после шпиона военный лагерь. Нет, войну еще с Китаем зачем-то. Пусан интересно поставлен. А он не отвалится? Опять сильная засуха. То что вы делать будете? В том же месте причем. Все, тебе надо армаду как раз из этого сформировать. Из броненосца. Помнили задание Феса. Что он хотел? Интересно. Ну, опять же, нету смысла его союзить. Так, шпион есть. Хочу военный лагерь. Так, вопрос только где? Ну, наверное, вот сюда. Мы тогда заодно соседство промышленной зоне еще добавим. Так, тут ждем следующего хода. Как раз аквакультура откроется. Тут же не холм. Тогда чисто лесопилочки. И отправим куда? Ну, к американцу надо. Везде сотка только воруется. Может тогда пока к этому? К малину. Правда, у этого малин не так будет много денег, как у... 524. Хотя... Хотя, давайте. 524 монеты. Хорошо. Не хочу с Египтом. Открытые границы. Я думаю... Это значит, что я сделал уже кругосветку. Я не думаю, что там... Того, кого мы не встретили, у него какой-то выход есть. Блин, знаете, что забываю? Посмотреть в Осаке... Во-первых, Панамский канал. Смотрите, а как он построится? Это на три клетки или что? Как он... Создается один или два канала на соседних клетках. По клетке с этим чудом света могут проходить морские юниты. Торговые пути, проходящие по этому каналу, получают больше золота. С разных сторон отчетов должно быть две клетки. Плюс 10 золота. Блин, что-то я сомневаюсь, что мне его надо тут... Блин, так каналы 16 ходов! Что-то как-то тут каналы слишком дорого. Ну, с другой стороны, конечно, это... Да, это мощные инженерные сооружения, по-хорошему. Что Панамский, что Суэцкий, сколько копали. А это в конце 19 века, начале 20-го. О, у нас, видите, 740-й год идет всего лишь. Так, нам либо священку... О, есть-то плюс 3. А давайте. Хотя, может, сюда? Мы тогда увеличим соседство для кампуса как раз. Промышленная зона и так у нас плюс 4. Так, давайте посмотрим, не затапливает ли это. Ну, это вообще озеро не должно затапливать. Где он вообще клетки затапливает? Вот эту клетку, вот эту... Я просто думаю, надо ли мне в плотины идти. Вот эту... Да, честно говоря... Так, вот эту ничего... Ничего страшного даже. Наверное, мы даже плотины... Можем проигнорировать. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Знаете что, давайте, наверное, все-таки кампус сюда. Тут мало жителей, чтобы прям все эти обрабатывать. Производство есть нормально. А потом после этого кампуса сделаем промышленную зону. Просто этот мод, он очень читерно добавляет науку компам. И, соответственно, просто надо по-другому играть. Если в обычной игре лучше вкладываться в производство и армию, то здесь именно в науку, а потом в производство. Пошла угольная. И у нас, не знаю, просто этим ходом... Так, Осака, Синдай, вон до ногой мы не дотягиваемся. Ногой еще надо будет строить угольную. Она на гифу будет работать. Раз, два, три, четыре... Ой, на Такамацию, зашибись. А здесь, видимо, в Якогаме, да? Тут у нас... Где у нас тут промышленная зона? Тут должна быть. Не дотягиваемся, правда, до Синдай. Ну ладно, тут еще подумаем. Может тогда в Сидзоке? Раз, два, три, четыре. Да, в Сидзоке надо будет угольную еще ставить. Ладно, эту давайте уже к американцу посадим. Этого шпиона. Так, повышаем на аквакультуру Лян. Ой, сейчас Сидзоока красивая будет. Ой, красивая. Понеслась. Просто с геликом. А он не будет, случайно, у меня больше... Угля потреблять, кстати. Ну, опять же, следующим ходом... Смотреть. Из-за этих вот постоянных... Ладно, буду фермы тут ставить. Из-за постоянных заслуг не очень понятно, как там и что обрабатывать. Так, не забываем продолжать покупать здесь строителей и торговец уже готов. Так, слушайте, а... У меня уже отовсюду бегают караваны. То есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Ну да, и одиннадцать бегают. Ну, давайте из Токио тогда максимизировать. Так, в Якогаме сначала библиотеку построим. Тут тоже универ купить. Уже на автомат ставлю корабли, потому что... Все, что мне было интересно, я открыл сам. Так, здесь театралочку. Так, здесь театралку. Ну, продадим два железа. Так, а что у нас... Не, хотя, ладно, уголь не хочу продавать. Не хочу. Слушайте, просьба о помощи, кстати, я совсем забыл. Надо бы где-то провести. Следующим ходом используем... Триста двадцать пять. Триста двадцать пять. Давайте поговорим о Грации и Лошади. Давайте нет. Спасибо. Очень неинтересно. Вообще. Вообще неинтересно про Грацию и Лошадей. Вот про Александра Градского можно поговорить было бы. Так, сколько дадут науке? Ну, как раз пятьсот должны дать, потому что это... Нет, даже не пятьсот, сорян. Должны семьсот с чем-то сейчас дать. Блин, я не успел посмотреть. Пастбище плюс производство дают. Пастбище плюс производство дают. Вообще, нафига я вот повел? Ладно, сейчас все равно покупаем строителя. Надо же тут все в аквакультуре просто обрабатывать. Все вокруг. Какой-то масхат прям. Аслан Машхадов. Военный лагерь есть. Давайте, наверное, куплю конюшню. Куплю оружейную. И... Военного инженера построю. Хотя он 450 стоит. Просто хочу деньги вот тут на этот универ сохранить еще. Давайте, амбар, монумент. Потому что не растет. Слушайте, давайте куплю. Вот тут как раз я куплю, пожалуй. Так. Из-за засух он перестал расти как-то, город. И промышленная сейчас на плюс два, да? Ладно, давайте сначала промышленную, потом театральную. А потом подумаем с каналами этими. Как-то надо сейчас их глянуть. Сейчас панамский канал возможно построить? Так. Храм Махабодхи. Кстати, а что я апостолов не покупаю? Может мне реально купить их и укрепить религию уже? Дворец Патала, храм Махабодхи. Ну, такое. Может мне уже достаточно пока строителей? Давайте морскую инфраструктуру поставим. Ну, блин, только надо было еще сейчас купить. И потом только менять карточку. Ой, Сидзоко. Огонь в город. Капер мгновенно предоставляется. Еще один надо будет построить для ускорения подлодок. Просто, чтобы город быстрее рос. И вверх. Так. Ну, наверное, Виктора. Где у нас сейчас больше всего жилья не хватает? В Гифу. Наверное, в Гифу хороший город. Ну, и тем более он как раз на границе. Вдруг кто решит нападать? Хотя я очень сомневаюсь. Можно больше тут засуху не завозить мне, пожалуйста? Нужна и фабрика электроники, и угольная. В Гифу библиотека. И мы строительную инженерию открыли, да? Знаете что, давайте теократию открою ради собора Василия Блаженного в Такаматсу. Но никакие карточки не меняем. Блин, а тут... Да, поменял я. Не меняем больше никакие карточки. Мощная снежная буря. Только клетки улучшила пока. Ну, возможно, у нас... О, Англия у нас еще была. Елизавета. Блин, а странно. То есть Англия не на море, вы хотите сказать? Так, наверное, еще тут не меняю. Блин, Англия не на море. Вот это прикол. Не. Персу продам. И красители куплю. Не понимаю, почему у меня нехватка черепах. Неужели я кому-то... Кстати, про монополии... О, написаны монополии. Давайте смотреть. У меня монополия на вино, но не на цитрусовые. Какая-то странно. И не на меха. Только на вино монополия, да? Все, я всех встретил. Плюс пять к счету эпохи. Так, эпоха еще не кончается? Нет. Да блин, должен и тут набить золотой век. Имхо. Блин, Сидзооко. Просто алмаз в короне моей империи. Так, железную дорогу между Синдаем и Токио проведем. Сколько у нас пока тратится угля? Минус два. Нормально. Блин, может тут ферму поставить все-таки? Наверное, ферму поставлю. Мало еды просто в столице. Может художественный? Ну, я тут вряд ли будет набью. Наверное, все-таки археологически. Хотя им надо и тот, и тот по-хорошему. Так, показания помощи как раз проведем. Семь ходов осталось. Так, ее покупаем. Мне нужен тут рост. Давайте тоже оказание помощи пока. Ну, у меня семь жителей надо, чтобы поставить гавань, скорее всего. А не промышленную зону. Хотя надо глянуть, кто с кем воюет. То это мы тут сидим, развиваемся, а там народ вовсю калашматит друг дружку всячески. Китай особенно там со всеми был в плохих отношениях. Ну, и кому-то можно посольство отправить. Например, в Англию. Чисто ради собора Василия Блаженного открывали. Так, Англия с Китаем как раз воюет. Америка с Персией. Все еще целую игру воюет. Наверное, он не примет посольство, да. А Египет ни с кем. Ну, Англия с Китаем. Корея тоже уже ни с кем не воюет. Конго ни с кем. Персия с Америкой. Саладин с Бразилией. С моим союзником. Блин, может мне объявить войну Саладину? Так, это зачем мне? Это с Бразилией заключал союз, что если мне кто-то объявит войну, чтобы в этом участвовать. Чтобы он участвовал в этой войне. Это зрение для одной случайной технологии. Мастерские три культуры. Вообще, давайте возьмем. Мастерские три культуры. Это всегда неплохо. Сейчас 181. Посмотрим следующим ходом, сколько будет. А, и благодаря Гелику я еще и два раза могу его использовать. Да, я забываю, что Гелик позволяет инженеров и, по-моему, и флотоводцев, по-моему, нет. А, только инженеров и дополнительный заряд. А не было такого, что раньше и флотоводцев тоже? По-моему, Гелик и на флотоводцев работал. Как-то так было. Лепота. Бесплатный экземпляр редкого ресурса этой клетки вашей столицы. А какие у нас могут быть экземпляры на воде? То есть, черепахи у меня есть. Янтарь у меня есть. Жемчуг. Сюда нам надо. Колониализм. Ну, вообще, наверное, имеет смысл прям в археолога сходить сначала. Я дострою уже скоро археологические два хода. Повреждено четыре клетки. Блин, надо сюда идти ремонтировать. Ну, я, наверное, просто куплю. Я, наверное, просто куплю рабочего здесь. Нет, спасибо. Такие... Такая... Такая торговля нам не нужна. И такая торговля. Блин, я забываю подмечать, чтобы больше никогда не спрашивать. Точно такое тоже можно делать, чтобы не доставали своими тупыми предложениями. Блин, она там Кагуану так конкретно заснежила. Но на этом закончилось. Так, давайте тут канализацию куплю. Такая растет город. Ну, вот тут мы обработаем. Вот эту клетку я куплю. Пока деньги есть на данный момент. А вот этим рабочим надо бы еще эту клетку купить, но уже нет денег на это. Наверное, высадимся, может, тут. Так. Так, нажимчук. Фермы. 197, видите, добавил. Сейчас я еще добавлю. Авиация еще ускорили. Кстати, это круто, потому что авиация требует строительства чудо-промышленной эпохи, и обычно это чисто рурка. Остальные так. Что там с помощью? Ага, я вперед вырвался. Ну, давайте. Тогда больше помощи я не хочу. Так, давайте, наверное, канализацию откроем. Да, тем более, смотрите, тут жилье осталось. Не откроемся, если построим. А рурку я не могу в этой игре построить, потому что у меня одна река, которая просто в одну клетку, да? И поэтому озарение для авиации очень в тему получается. Наверное, не меняю все еще карточки. Ну, лабы я уже буду строить, а не покупать, потому что стоят они дорого. Так, все еще не кончается эпоха. Отлично. Ну, давайте авиацию и откроем. Кстати, электричество... Ну, нет, давайте, наверное, лучше электричество сначала. Нам нужно капер купить просто. Думаю, что он как раз недорого стоит. Опа. Потому что, извините, везде морские порты построить это круто. Так, сколько мы пока тратим на электричество? Достаточно у нас угля. Но мы и не везде построили, правда. Я помню, что хотел рабочего, но ускорить электричество, мне кажется, важнее. Так, строим тут угольную, чтобы в Нагое и Гифу появилось электричество. А здесь будем уже до шести добивать во всех остальных научных ГГшках. Но пока мы это не можем сделать, потому что... Точнее, мы можем, но нету смысла, потому что у нас еще лаборатория даже не построена нигде. Так, тут универ надо не забыть купить следующим ходом. Есть жемчуг. Как он вообще, по счастью, в городах? Плюс четыре, зашибись. Ну, пока, кстати, не факт, что я выйду в Золотой Век, честно говоря. Пока еще требуется довольно много. Там все чудеса фигачат. Ну, я уверен, что я первую в мире железную дорогу проведу. Мне вот венецианку надо. Сейчас вот в Токио лабу дострою, надо венецианку строить. Упс. Замуровали демоны. А можно... Право прохода? Спасибо. Да, блин. Наверное, надо на еду все-таки ставить. Видите, он обрабатывает морские клетки, хотя они намного хуже. Да, чтобы... Чтобы рос в Токио. Так, тут покупаем рабочего. Я знаю, что я хотел еще универку для меня как-то, может быть, нет, не хватит. Ну, просто рабочий здесь важнее, чтобы селитру опять обработать, меха. Здесь вот лесопилки, наверное, поставлю. Тут, в первую очередь, эти морских портов, конечно. И археологов можем делать. Так, сначала я куплю универ. Потом в Токио... Археолог, 1070, значит, пока не купим. Первая в мире железная дорога. Блин, даже еще до сих пор до нормального века не дотянул. Пока сохраняем послов. Ну, сначала лабы, потом морские порты, конечно же. Так, здесь дальше идем... Ну, видимо, в урбанизацию, в СМИ, там, и так далее. Так, ну, по культуре... Вот по культуре меня опережают точно. Клеопатр, надо проверять. Кстати, вот я пока... Что меня волнует, это возможность победы культуры Клеопатры. Так, на всякий случай еще дипломатию проверим. Вот рядышком, более-менее. Но я думаю, что это соревнование мы выиграем. Так, Мидресес, Анкаре. Буря не у меня. Так, исторических мест дофига. Ага. Блин, могу купить... Канализацию. Наверное, стоит. Так, Осаки, хороший город, должен расти. Не хочу покупать черепах, потому что я, очевидно, с кем-то торгую ими. Поэтому... А, он хочет все-таки что-то, чтобы за один золото вход было. Поэтому как-то... У меня их две штуки, и так, и мною лично обработаны. Я не знаю, почему не учитывается. Люди говорят, что вот это читерное, да, быстрые сделки. Но я же таким же образом могу миллион времени тратить, сидеть, прощелкивать эти все предложения. Зачем? Зачем? Просто, ну, бессмысленно. Так, не починилась, да, у нас вебка, видимо? Нет. Вот так же я... Это у меня не... Кстати, не... Вот тут не седой волос, это блик солнца из окна просто. Пока, тьфу-тьфу-тьфу, седых волосов нету. Но я думаю, что на этом закончу серию. Мы уже в лабах. Так, сундиата, кейта, пострадал. Да, давайте, по-моему, мы всем будем помогать. Будем участвовать во всех вот подобных этих, может быть, по дипломатии как-то получится. Но, правда, я никакие чудеса на дипломатию не строю. Все, все, кстати, хотят ему помогать. Ну, нет, не все, соврал я в шестером. Ну, а тут явно я победю, конечно. Но это уже в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Продолжение спонсора уже могут поискать во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры. Не забудьте написать комментарий и поставить лайк. Слава Беларуси, живи Украина, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.